друзья приветствую на канале как вязать сегодня будем вязать с вами вот такой красивый узор спицами такие как бабочки напоминают мне вот так выглядит он с изнаночной стороны очень аккуратно вяжется очень просто схему здесь я не буду вам показывать а все расскажу базируется этот основ на резинке 2 на 2 и в шахматном порядке делаются обматывание рабочей нитью и так я сейчас начну вязание с изнаночного ряда вяжу резинку 2 на 2 вам нужно набрать для раппорта 8 петель раппорт составляет 8 петель и плюс 6 петель и плюс 2 кромочные для симметрии 6 петель набираем и 2 кромочные то есть вам нужно набрать число петель для вашего изделия кратная 8 плюс 6 и плюс 2 кромочные узор выглядит очень изящно вяжется очень просто достаточно держит форму и подойдет например для кардиганов очень отлично как мужских так и женских различных кофточек итак лицевой ряд вот сейчас как раз нам надо делать обматывание смотрим в шахматном порядке чтобы его сделать вот здесь будут у нас обматывание я вяжу здесь образец кромочная хотя можно для этого образца можно было и без кромочных связать 6 петель мы снимаем на дополнительную спицу и обматываем рабочей нитью начиная вот так сзади заводим нет нить вперед завели вперед обмотали один раз и такое же движение обматывание еще раз то есть у нас два обматывания и и теперь мы провязываем все петли которые у нас на вспомогательной спице по рисунку то есть лицевые лицевыми изнаночные изнаночными то есть мы продолжаем вязать как нашу резинку 2 на 2 2 лицевые 2 изнаночные и и две лицевые все одно обматывание мы сделали далее промежуток между нашими рисунками между обматываниями мы провязываем 2 изнаночные петли чтобы соблюсти наш шахматный порядок и далее снова снимаем 6 петель на вспомогательную спицу и делаем сейчас такое же обматывание два раза один раз сзади заводим нить обматываем полностью 6 петель наши и еще разок такое же движение обмотали и провязываем 6 петель со вспомогательной спицы по рисунку две лицевые 2 изнаночные 2 лицевые нашу резинку продолжаем вязать узор очень простой на самом деле очень хорошо держит форму раппорт в высоту составляет 6 рядов то есть в каждом через 6 рядов будет повторение 7 ряд вяжется как 1 далее до конца ряда делаю продолжаю повторять раппорт столько раз сколько вам нужно для вашего изделия обматывание и петли провязываем по рисунку 2 изнаночные и снова снимаем 6 петель на вспомогательную спицу и обматываем два раза и обматывание делайте достаточно плотно чтобы у вас нить не провисала все-таки здесь должно быть сужение чтобы ваш узор выглядел красиво но не совсем плотно чтобы вы могли провязать конечно нити но достаточно затянуть нужно вот этот раппорт высоту вы можете в принципе варьировать не обязательно такое количество как на моем узоре да так как вам нравится и так как будет красиво именно по отношению к вашей толщине нити которые вы выберете для вязания таким узором и так продолжаем до конца ряда обмотали два раза и по рисунку 2 лицевые 2 изнаночные то есть вы можете например выбрать высоту не 6 а 4 ряда до в каждом пятом например делать обматывание если у вас нить например более тонкая или вы хотите добиться другого эффекта я вяжу мой раппорт 6 рядов составляют изнаночный с изнаночной стороны всегда провязываем узор по рисунку то есть изнаночные изнаночными лицевая лицевой то есть мы продолжаем вязать нашу резинку два на два в изнаночных рядах в принципе как и в лицевых только добавляются обматывание вот провязала я уже шесть рядов и сейчас в седьмом я буду делать снова обматывание но уже с смещением в шахматном порядке я уже здесь буду не сразу делать обматывание а провяжу 4 петли кромочная и 4 петельки после кромочной я провязала и снимаю сейчас 6 петель на вспомогательную спицу делаю два обматывания еще раз посмотрите я покажу вам первое обматывание и второе то есть нить вы заводите сзади то есть против часовой стрелки вы нить обматываете и провязываете все 6 петель по рисунку лицевые лицевыми изнаночные изнаночными то есть продолжаете вязать резинку 2 на 2 база этого узора это резинка 2 на 2 2 лицевые 2 изнаночные и так повторяете до конца ряда теперь интервал у нас для того чтобы у нас шахматный порядок был 2 изнаночные между обматываниями вот сейчас мы снимаем снова 6 петель на вспомогательную спицу и делаем обматывание одно и второе подтянули достаточно и все петли провязываем по рисунку 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые далее интервал наш между обматывание 2 изнаночные и так до конца ряда вы повторяете это чередование то есть обматывание вы делаете достаточно плотно но не перетягивайте иначе вы не сможете провязать хорошо ваши петли будет сложно их провязывать обмотали и провязали по рисунку провязываем 6 петель со вспомогательной спицы лицевые лицевыми изнаночные изнаночными и далее до конца ряда это у нас было в этом ряду последнее обматывание по рисунку провязали все вот так формируется наш красивый узор выглядит очень красиво изящно форму достаточно хорошо держит я еще провяжу изнаночный ряд и покажу вам в итоге что получилось вот такой красивый узор то есть схемы я не показываю здесь она не нужно очень просто все базируется на основе резинки два на два вот вы видите в шахматном порядке делаются обматывание в высоту 6 рядов наш раппорт то есть в каждом в седьмом вы будете повторять уже как в первом вязали с изнаночной стороны повторяете все по рисунку друзья ставьте лайк видео если понравился этот узор подписывайтесь на мой канал пока до новых встреч